Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-Регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, сегодня в выпуске. Новые вкусы знакомого бренда. Анапский хлебокомбинат расширяет производство. Осторожно, фальшивки! Как распознать поддельные купюры, которые не всегда определяют даже банкоматы? Стоп, снято! Во Всероссийском детском центре смены завершилась детская киноакадемия. Более 300 ребят со всей страны разобрали нога. Хорошая новость. Анапский хлебокомбинат завершил монтаж новых технологических линий. Их даже сравнивать с теми, что были демонтированы год назад, невозможно. Они почти полностью автоматизированы и, самое главное, дают возможность в новом курортном сезоне увеличить количество хлебобулочных изделий. Уже на входе в цех этот своего рода белоснежный лайнер обращает на себя внимание строгостью форм и сияющей белизной. Линия выпекает городской батон первые дни. Идет прилад к оборудованию. К нему приспосабливаются и рабочие. Не отходит от пекарей и главный вдохновитель реконструкции Александр Крутов. Его зовут здесь местным Кулибиным, потому что в железо надо было вдохнуть жизнь, притереть друг другу все транспортеры и формы. Зато ничего не надо таскать на руках. Хлеб сняли, а формы сами уехали к началу технологической линии. В общем, похвастаться есть чем. Есть чем похвастаться, честно вам скажу. Потому что, придя полтора года назад на комбинат, то, к сожалению, было не очень весело и хорошо. Потому что было кое-что запущено, кое-что не в том виде, каком надо. Безусловно, к сезону очень важны объемы. А качество хлебокомбинатовской выпечки, известное уже много лет, улучшено еще и тем, что сохранены технологии, основанные не на быстрых, а на прессованных дрожжах и настоящей заварке. Я вам с гордостью могу сказать. Год назад эта линия была остановлена, потому что была признана аварийной. К сожалению, резервов денежных не было в комбинатах. Но, тем не менее, благодаря самотверженному труду наших работников комбината, которые подошли с творчеством, с умом, достали чертежи, достали все. Была эта линия на полусту разобрана, и вот своими силами, своими руками создана новая, абсолютно новая, хорошая, новая, современная печь, соответствующая всем стандартам мирового класса. Вы видите, печь оборудована всеми необходимыми приборами, электроникой, что позволяет гораздо больше увеличить ее производительность и качество хлеба. И мы этим гордимся, потому что хороший хлеб попадет на прилавки наших магазинов, нашего любимого города и района, что, соответственно, должно улучшить и качество настроения самих жителей. Новый дозировочный цех сменил старый закопченый амшаник на современное оборудование и светлое помещение. Идеальный порядок таких же светлых после ремонта складских помещений говорит сам за себя. Все составляющие продукции хранятся строго по полочкам, да еще и при оптимальной температуре. Так бывает только у врачительного хозяина. И все же невольно глаз сцепляет старый пол. Когда-то он был покрыт толстым слоем жира. По нему рабочие скользили, как на лыжах. Сегодня везде чистота, а старая метласская плиточка меняется на современную и светлую. По ней уже не надо будет таскать тяжеленные дежи. Да и колеса на них новенькие, каучуковые. Если сравнивать с тем, что здесь было всего год назад, можно с уверенностью говорить, это сказка наяву, которая зовется техническим перевооружением, общая стоимость которого 50 миллионов рублей. Рабочий обход главы Анапы сегодня по набережной. Летом это центры притяжения туристов. В межсезонье – любимое место для прогулок жителей города-курорта. Не теряя времени, надо браться за обновление окружающего пространства, подкрасить, отремонтировать, заменить старые элементы внешнего облика на современные. Сергей Сергеев высказал свои пожелания городским службам. Мобилизовать все силы на благоустройство курорта к предстоящему сезону. На закрепленных улицах муниципальные служащие в микрорайонах, тосовцы и активисты. За состояние общественных и самых значимых для Анапы территорий – ответственность на городских службах. Рабочий обход глава Анапы начинает с объявления. Выходные отменяются. Пора серьезно браться за наведение порядка. Сергей Сергеев требует детальный отчет. Когда мы будем красить вот это? Кто ответит? Сергей Павлович, по графику производства работ мы с Китом, Фермакит, заключили договор на 127 секций. Сегодня монтируем 5. По графику идем каждый день. 127 секций что? Это от монтажа и до покраски? Полностью меняем гнилые. После этого заходим с покраской. Примерно через 2 недели начнем уже красить. Спуск к пляжу на улице 40-летия Победы – тема, обсуждаемая среди анапчан. Могут ли автомобили проезжать к берегу моря, когда на чаше весов защищенность и комфорт отдыхающих? Для главы города ответ очевиден. Обеспечение безопасности в приоритете. На шлагбаум сажаем свой муниципальный. И пропускаем только мусороуборочные машины. Все. Закрываем движение. Это антитеррористические мероприятия. Мы потратимся, но мы не будем иметь головников с пляжем, с бардаком на пляже и все-все остальное. Городские службы должны пройти всю набережную и в течение месяца завершить основные работы по благоустройству. Часть торговых павильонов будет убрана. Оставшиеся надо привести к единому облику. И еще раз глава акцентирует внимание на вопросах безопасности. Запрещающие знаки для велосипедистов, предупреждающие аншлаги и охрана общественного порядка. Давайте пользоваться вопросами охраны муниципальной собственности. То есть казачьим чопам преимущества, форме в казачьей. Это наполовину уже сотрудник правоохранительных органов. Когда он в форме, когда он наделен полномочиями. Масштабная подготовка к курортному сезону ведется на все территории муниципалитета. Муниципальное предприятие оказания курортных услуг приступило к наведению порядка на главной курортной магистрали в Пионерском проспекте. В зимнее время дорогу посыпали песко-соляной смесью. Она скопилась у бордюров и даже специальный пылесос уже не может ее поднять. Поэтому приходится обрабатывать участки у бордюров ручную. Особое внимание уделяется местам, где ведутся строительно-ремонтные работы. Например, здесь рядом прокладывают велосипедную дорожку. Поручение главы курорта поддерживает частоту на всех этапах работ. Общая длина бордюра по обеим сторонам около 12 километров. Задействованы 20 человек и техника. Планируют управиться за день или два. После этого можно будет запускать автоматическую технику в обычном режиме. Летом пылесос прошел, где-то местами ветродуйкой. То есть, и все идеально. Частота и порядок должны соблюдаться и на всех строительных объектах и прилегающих к ним территориях. За этим следит управление муниципального контроля. К нарушителям применяются административные меры. Яркий пример несоблюдения правил благоустройства на Астраханской 40. Длинномер для разгрузки строительных материалов повредил часть тротуара и газона. Не спасли и деревянные настилы, которые водитель предусмотрительно уложил под колеса. Под тяжестью большегруза они проломились, как и тротуарная плитка. Еще одно нарушение на Гребенской 97. Здесь на время строительных работ тяжелый техник и застройщик частично перекрыл проезжую часть. Однако без согласования с ГИБДД это делать запрещено. На место был вызван наряд дорожной полиции. С сотрудниками муниципального контроля был составлен протокол как на водителя, так и на застройщика за несоблюдение правил застройки и нарушение правил благоустройства. Большая просьба. При разгрузке строительных материалов на территорию, прилегающую к земельным участкам, необходимо провести согласование с управлением ГИБДД, если это будет перекрываться часть дороги во время разгрузки. И заместителям главы, если вы спланируете занятия муниципальной территорией, то есть склонирование песучих, сыпучих материалов. Кроме того, администрация требует от застройщиков и соблюдения санитарного режима. Все строительные объекты должны быть оборудованы мобильными автомойками, чтобы грязь с колес техники не выносилась на улицы курорта. В этой части нарушители также будут привлекаться к административной ответственности. В Анапе подвели итоги месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В нем приняли участие 44 тысячи анапчан. Почти на треть больше, чем в прошлом году. Организаторы отметили, что в этом году особую роль сыграла краевая поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани». Итоги месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы подводят в шестой школе. Второй год подряд ее команда по стрельбе занимает первое место на городских соревнованиях. Здесь есть собственный тир. Закуплены пневматические винтовки. Максим Якубов занимается стрельбой год. У него первый юношеский разряд. Нравится то, что занятия учат концентрации. Когда ты стреляешь, нужно, получается, как от всего отключиться, ни о чем не думать, чтобы сделать хороший выстрел и не нервничать. Иначе будет тебя трясти и получится плохо. В соревнованиях по стрельбе приняли участие 140 юношей и девушек из 21 образовательного учреждения. Всего же в мероприятиях месячника приняли участие в общей сложности 44 тысячи жителей муниципалитета. Примерно на 15 тысяч больше, чем в прошлом году. Как говорят организаторы, удалась массовость. Задействовали родительские комитеты, солдаты и офицеры фанапского гарнизона, совет ветеранов, казачество. Улучшилось взаимодействие с этими структурами. В этом году как никогда она улучшилась. Особенно с казачеством. Это масса мероприятий. Это даже вплоть до того, что казачество оказало помощь в выезде группой учащихся казачьих от города Волгоград. 25 человек выезжало. Это очень замечательное событие. Школьники ходили в гости к военным. Военные проводили в школах встречи и уроки мужества. Более 50 учащихся вместе с ветеранами проехались по местам боевой славы Анапы, Новороссийской и Темрюка. Порядка 600 юношей и девушек приняли участие в различных конкурсах и соревнованиях, спортивных и творческих. От себя лично, от главы города Курортана Сергея Павловича Сергеева, хочу поблагодарить всех вас за ту работу совместную, которую мы проводим. Подрастающее поколение должно знать и ветерана Великой Отечественной войны, и ветерана локальных воин, которые у нас были. И должны мы с вами воспитывать в них друг патриотизм. Это очень важно. По словам председателя городского совета ветеранов Анатолия Гапонова, месячник значительно усилило подведение итогов муниципального этапа краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани». Одна из номинаций – «Боевое имя». У комиссии был трудный выбор. В Анапе 20 героев Советского Союза. Мы выбрали Дмитрия Калинина и Сулейна Рогелянова, чтобы показать, что победила единая могучая семья. Как когда убеждалась организация «За веру Кубани Отечества», женщина из Адакии сказала, когда немцы кричали «Рус, сдавайся», независимо от национальности ответ был один. Русские не сдаются. Грузии и Нормании надо, все они отвечали. Из нового акция «Офицер. Профессия героическая. Фактически профориентация». Более чем 200 школьникам рассказали о военных институтах. Лев Пивоваров отметил, что постоянно растет число выпускников анапских школ, которые идут учиться на кадровых военных. Как рассказал Максим Якубов, занятия стрельбой помогут при поступлении в институт имени Ушакова, но перед этим он планирует отслужить срочную во флоте. По словам Льва Пивоварова, вместе с патриотическим месячником работа не заканчивается. Впереди день победы, день присвоения Анапе, звание города воинской славы, а в сентябре день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С 17 февраля по 3 марта на территории Краснодарского края проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Купюра». Это связано с тем, что участились случаи сбыта поддельных денежных знаков достоинством в 1000 и 5000 рублей. Степень изготовления поддельных купюр настолько высока, что даже не все банкоматы могут отличить подделку от оригинальной банкноты. Изымаемые из оборота денежные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей имеют достаточно высокое качество подделки. Купюры изымаются в основном из торговых точек, финансо-кредитных учреждений, банков и расчетно-кассовых центров. А напчане, привыкшие к расчетам пластиковыми картами, не всегда могут распознать фальшивые купюры. Всего несколько простых манипуляций позволят убедиться в подлинности денежных знаков. Для того, чтобы распознать подделка, либо нет, у вас находится в обороте в руках, необходимо потереть серию и номер, так как краска нанесена на белый фон денежного знака. В случае, если купюра поддельная, краска серийного номера может размазаться. Кроме этого, на купюрах есть ворсинки от прокатного станка, которые при желании можно поддеть острым предметом. На фальшивых купюрах этого сделать нельзя. Есть и другие признаки. Лента, которая помещена вовнутрь купюры, может отслаиваться и имеет следы не заводского вкрапления. Кроме того, если купюра у вас в руках ветхая и имеет признаки склеивания из двух половинок, так же означает, что данный денежный знак является поддельным. Сотрудники МВД ведут постоянный мониторинг, проводится посещение торговых точек. Индивидуальные предприниматели получают подробные инструкции по определению фальшивок и номера поддельных серий. Отдел МВД по городу Анапа предупреждает, в случае, если вам попались поддельные денежные знаки, не старайтесь их сбыть. Уголовное наказание за это деяние может составить от 5 до 8 лет лишения свободы. Необходимо обратиться в отделение полиции или по телефону дежурной части 02. Во Всероссийском детском центре «Смена» подвели итоги зимней детской киноакадемии. В ней приняли участие 300 человек из 27 регионов страны. За три недели юные кинематографисты подготовили более 50 видеороликов разного жанра. Помогали им в этом специально приглашенные профессиональные актеры, режиссеры, сценаристы и другие специалисты кино. Автору самой лучшей работы предоставится бесплатное обучение в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино. Сцена 2, кадр 4, дубль 1. Начали! 24 разбитых тарелки, сотни отснятых кадров, 20 пачек пластилина и камера, спасенная из моря. Три недели работа не прекращалась ни на минуту. Ради своих фильмов киноакадемики карабкались на деревья, поднимались в гору, вставали в 6 утра и учили язык жестов. В результате на суд зрители юные кинематографисты представили 24 короткометражных и 14 научно-познавательных фильмов, 4 буктрейлера, 6 мультфильмов в разных техниках, 2 музыкальных клипа и театральную постановку. В числе призов путевка на летнюю детскую киноакадемию 2017 года. У меня просто на самом деле нет слов. Это потрясающе, это очень круто и это очень-очень неожиданно. Лучшим режиссером зимней детской киноакадемии стала Дарья Воронцова. Кино бы никогда не состоялось и без продюсера, оператора, сценариста, монтажера и художника по гриму. Лучший продюсер киносмены Виктория Заворина. Лучший сценарий написала Дарья Кононыхина. Победитель в номинации «Лучший оператор» Анна Сибелева. Титул лучшего гримера у Юлии Пархоменко. Лучший монтажер Елисей Чумачев освоил мастерство прямо на детской киноакадемии. Среди 6 мультфильмов лучшей стала анимационная картина «Яблони и мальчик» режиссера Софьи Васенко. Туда было очень много, потому что мы работали с 7 утра до 11 вечера порою. И каждый кадр нужно было обрисовывать, двигать на миллиметр, а потом снимать. И это было очень-очень сложно. Осталась последняя статуэтка. И самое главное кинопремия – это премия за лучший фильм. Как вы думаете? Евгений Анягин. Команда киноленты победителя получила шанс побывать на съемках настоящего фильма русской фильм-группы. Юные кинематографисты признаются – кинопремия для них неожиданная радость. Я не думаю, что займет что-то вообще этот фильм, потому что, блин, это редко сегодня бывает такая удача просто. Я думаю, что вот то, что получилось, это благодаря тому, что сейчас поколение очень талантливых детей идет, растет. Они все впитывают быстрее нас там в 10 раз. На то, чтобы нам изучить и требовалось там 10-15 лет, они могут выучить это все сейчас за год, за два. Главное, чтобы они впитали в себя только хорошее. Завершились три насыщенные недели. Сменовцы успели за это время окунуться в мир кино. А впереди у лучших – летняя детская киноакадемия. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляю вам нового партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию, доверяйте свое здоровье профессионалам. Особое внимание мужчин в канун 8 марта – лучший подарок женщине спа-процедуры, массаж и чашечка кофе от лучшего итальянского повара. Все это в «Анапа-Океан». Подскажем, что все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.